Всем привет! Меня зовут Артём Пивоваров. Я музыкант, исполнитель, саунд-продюсер, саунд-райтер. Главное, самое главное критерия, по которой ты должен осознанно понимать, что эта идея обязательно должна воплотиться в жизнь, ты должен осознавать то, что ты делаешь все честно. Главное, мне кажется, быть честным перед самим собой, когда ты делаешь то, что тебе нравится, и когда тебя самого прет, действительно прет, и понимаешь, что это тебя качает, и оно работает для тебя, тогда это то, что обязательно появится и быть реализованным. Самое важное, делать все честно и действительно себя в первую очередь, это будет на выходе действительно хороший, в любом случае, хороший результат. Ну что, лучше сколько лета? Давай начнем сразу, чтобы я в тебя привязался. Я на самом деле за короткий промежуток времени музыки, которую я делаю не для себя, может за год или за полтора года, познакомился, и это для меня большая честь познакомиться с крутыми исполнителями, с музыкой, которых не просто я знаком, а музыку, которых я слушаю. Это Андрей Запорожец, Сенсей, группа Пятница, это Миша Крупин, это группа Казаки, я делал для них трек, артисты Блэкстара, МОД, каждое новое знакомство, это всегда что-то новое, поэтому я всегда открыт и всегда готов реализовать свои идеи и идеи других исполнителей. Здравствуйте, дорогие друзья, я всем известный Крупин Хаил, и я вам поведаю о том, как реализовать свою идею и воплотить ее в жизнь, в реальность. Когда у творческого человека возникает идея, скажем, каждое утро или каждый вечер, и он себе сразу рисует, творческий человек, он художник в любом случае, он рисует картину. картину эту нужно реализовать, то есть он в мозгах себе рисует, я хочу написать песню о любви к женщине, вот. И все, и понеслась, ты пишешь песню о любви к женщине, выплескиваешь все свои чувства, делаешь все очень быстро, всегда нужно делать все очень быстро, желательно. Вот, это я вам как бы по себе могу сказать, чтобы не затягивать ничего, все очень быстро, оперативно, и тогда будет все очень классно, это точно вам говорю. А что, мы поем? Не, давай сейчас перепобьем. Море, это не моя, не твоя вина, пусть играет музыка на повторе, мы не принимаем ваш заказ, имеем право на свои территории, поэтому в виду мы имеем вас. И никаких не будет компромиссов и переговоров, тут написано, чтобы мы все тусили до упора. Как сделать так, чтобы твою песню услышали? Первое? Первое. Всегда нужно стараться делать не такое, как все делают, идти по другому пути, то есть всегда не под шаблоны подстраиваться, потому что повторяя чужой путь, ты повторяешь и чужие ошибки, и непонятно, что в итоге. Повторяем право на свои территории, поэтому веду мы имеем. Работал я с многими, работал с Серегой, с артистами, ну, были творческие, я это называю творческим взаимодействием, с кем-то, кому-то писал тексты, кому-то, с кем-то просто вместе мы пели. Но работал с многими, там, Серега, Тимати, Титамир, Ларсен, Никита, Крест Пистолс, Эльван, вот, пожалуйста, с Артемом Пилавановым работаю. Тебе не просто так водись, как это море. Какие композиции, которые были написаны, грязные шлюшки будут наказаны, как бы это первый такой трек, после которого Титамир, после своего долгого-долгого исчезновения, это был у него, он вышел с этим треком, с новым, так сказать, в новом амплуа, вот, грязные шлюшки, потом Тимати, Не звони, Босанова, такие треки были. Опять же, Титамир, Биксы любят баксы, меня кризис не касается, вообще Титамиру там написали около 20 песен, вот, то есть там, в принципе, если послушать альбом, ну, там, можно будет услышать, что я писал. Авокадо, авокадо, это Никита, да? Квест Пистолс и Лолита, вот, кстати, тоже. Ты похудела, ты похудела. Ну, в общем, короче, много треков. Тимочка, это море, если зайдет за все границы, тогда будет горе. Ты хотел бы закрыть глаза, услышать звук прибоя. Мое море, путанное поле. Привет, я Никита Шкуропат, я звукооператор, звукорежиссер. Сейчас я работаю концертным звукооператором с Натальей Могилевской, Максом Барских, Анной Седоковой. Я переработал с многими из фабрики, включая Бориса Апреля и Дантеса Олейника, группы Риало, всех составов, которые были. Касательно оборудования, которые используются на концертах, сейчас я отдаю предпочтение современным цифровым пультам. Самые лучшие производители для меня сейчас это Yamaha, модели CL. Они сделали все самое лучшее, украли все самое лучшее у всех производителей и сделали действительно удобную, классную консоль. Что касательно студии, как звукооператор я предпочитаю работать в программе Pro Tools. Это программное обеспечение действительно мирового уровня, наверное почти все треки, которые вы слышите, сведены именно в нем. Также нельзя забывать про классные железяки, компрессоры, ревербераторы, которые действительно невозможно повторить в компьютерной рабочей станции. Также у меня есть совет для всех, кто начал работать в студийной сфере. Если вы хотите купить какое-то новое оборудование, убедитесь в том, что вы своим профессионализмом уперлись именно в то, что вам не хватает именно оборудования. Вы можете купить себе самые дорогие колонки, но не умея сводить, вы не сделаете хорошего трека. Вы можете дома сделать очень хорошую работу и когда вы поймете, что да, действительно вы не слышите чего-то или в этих колонках, или в этом микрофоне, тогда вы его купите и вы поймете, что да, ваш уровень вырос. Поэтому всегда нужно исходить из самообразования и своего роста как профессионала. Меня зовут Максим Захарин, я сам продюсер. Самое главное, когда у тебя есть идея, это полная вера в нее и самое главное, это никого не слушать. То есть, если у тебя есть идея и ты знаешь, что она крутая, просто возьми и сделай. А потом уже все будут говорить, что это круто или это плохо. Вот, по поводу как ее сделать, ну, наверное, нужно потратить очень много времени и спустя много проб и ошибок у тебя будет вырисовываться что-то интересное. Ты сам это услышишь, поймешь, тебе будут говорить знакомые, да, что что-то в этом есть. И в этот момент нужно не останавливаться, идти дальше и с опытом набиваешь себе руку и тогда получаются более-менее достойные вещи. Ну, а потом уже хиты и так далее. После того, как я понял, что совместный труд может принести очень неплохие песни, да, в принципе, и деньги, да. То есть, я понял, что на этом можно зарабатывать и можно делать, можно как бы свое видение, да, не только там людям показывать, можно на этом зарабатывать. Вот, и после этого, после этого я начал искать молодых ребят, которые были неизвестны, но которые были реально талантливые. Мы начали совместную работу с очень многими аранжировщиками и я показывал свои идеи, где-то ребята показывали свои идеи. Вот, и у нас начали получаться песни, которые начали, ну, во-первых, нравиться людям, во-вторых, на них был спрос. Вот, и после некоторого времени началась продуктивная работа. Я работал с такими артистами, как Monatic, Quest Pistols, Mod, DJ Khan, Elvira T, Yuliana Karaulova. Многие песни этих артистов крутятся на радио. Приятно, на самом деле, наблюдать. Мы начинали работать, например, с Monatic еще в 2013 году, когда он не был еще так известен. Вот, мы делали его первые песни «Прости», саундтрек сегодняшнего дня и «Дым». И приятно видеть через три года, что этот артист востребован и мы имеем к этому какое-то отношение.